Стихийные палаточные лагеря беженцев с Ближнего Востока – теперь обычная картина для севера Сербии. Этот район у границы с Венгрией – место притяжения для десятков тысяч незаконных мигрантов. Здесь граждане Сирии, Афганистана и других стран делают последний рывок на пути в Шенгенскую зону. «Я поеду в Венгрию, потом в Австрию, потом в Германию. Я хочу поступить там в университет». Эти люди бегут от войн, бедности и политической нестабильности. Большинство проводят в дороге по несколько месяцев. Медицинскую помощь беженцам здесь оказывает организация «Врачи без границ». Наиболее часто встречаются заболевания органов дыхания, инфекции желудка, травмы костей и усталость от долгого путешествия. Днём беженцы отдыхают в тени деревьев. С наступлением сумерек отправляются к границе с Венгрией. Если им удаётся перебраться на венгерскую сторону, то они оказываются в Шенгенской зоне, где между странами границ не существует. «В первую очередь они направляются в страны Северной и Западной Европы. Это Германия, Австрия, Швеция, Норвегия. Некоторые направляются в страны Бенилюкса – Бельгию, Голландию и Люксембург. И ещё небольшая часть – Великобританию». Впрочем, в скором времени Венгрия может стать более закрытой для мигрантов. Месяц назад Будапешт начал строительство стены на границе с Сербией высотой 4 метра и протяжённостью 175 километров. Это означает, что Сербия может превратиться из транзитного пункта в место концентрации беженцев. Ежедневно сюда из соседней Македонии прибывает около тысячи мигрантов. «Я боюсь, мы столкнёмся с гуманитарной катастрофой. Тысячи человек, желающих покинуть Сербию, физически не смогут этого сделать». Кроме того, страна не справится экономически. Уже сейчас на поддержку мигрантов на севере местным властям приходится ежедневно выделять по 15 тысяч евро.